Сегодня в Москве прошла массовая антивоенная акция. 17 тысяч человек собрались на символическом месте у памятника «Трагедия народов» на Поклонной горе. Они пришли, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к трагедии сегодняшних дней – гибели мирных жителей на юго-востоке Украины. Участники митинга требовали провести международное расследование и наказать виновных в военных преступлениях. Репортаж Александры Черепниной. На Поклонной горе у монумента «Трагедия народов» люди стали собираться заранее. У памятника жертвам фашистского геноцида, возведенного в конце прошлого века, сегодня вспоминали расстрелянных на Донбассе. В событиях прошлых и нынешних организаторы акции увидели параллели. Акция «Скорби» вышла из запланированных рамок. Желающих высказаться было столько, что одно выступление тут же сменялось другим. Их слушали с флагами и плакатами в руках. Кто-то держал воздушные шары исключительно черного цвета. Они собрались, чтобы требовать международного расследования военных преступлений на территории Украины. Одно из них, случившееся в начале недели, стало последней каплей. Массовые захоронения под Донецком в районе шахты «Коммунар» обнаружили ополченцы. Судмедэкспертиза установила, люди были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния. Число погибших уточняется до сих пор. От имени Национальной родительской ассоциации России я обращаюсь к руководству Украины. «Остановите эту хунту! Они убивают женщин и мужчин, невзирая на возраст. Они оставляют детей сиротами. Они убивают свой народ. Мы, родители всех поколений, мы не будем, не должны и не можем оставаться в стороне от происходящего». Акция изначально была рассчитана не на одну тысячу человек. Среди участников – представители политических партий и общественных организаций, ветераны, студенты, все те, кто не смог остаться равнодушным. «Мои чувства у меня на глазах. Там у меня могилы родителей. Там у меня школа, в которой я училась. Там у меня люди, с которыми я росла, остались в этом городе. Там бомбы. Вот я хочу, я желаю моей маленькой родине, людям, которые там, мира. Я желаю, чтобы у них мужество помогло им пережить эту ужасную ситуацию». «Есть братья, сестры, которые живут и в Днепроветровске, и по всей Украине. Я поддерживаю их. Я с ними, все мои дети с ними. Пускай они держатся. Правда и все, что там творится, будет за нами». «Украинская армия боюет против своего народа, и это очень жестоко». Также среди пришедших сегодня на Поклонную гору были и те, кто о войне на Украине знает не понаслышке. «Родина, Донецк. Так вот пришли сюда, поддержать свою родину здесь». «Вы из Донецка?» «Ну, Донецкая область». «А как вы здесь оказались?» «Ну, вот так, сбежали от войны, приехали сюда». В течение всего вечера к памятнику «Трагедия народов» подходили люди. Некоторые приносили цветы и зажигали свечи. Завершилась акция возложением венков.